На ладовиста появилась небольшая проблемка. Наверное, не я один сталкивался с такой проблемой на этих машинах. Многие, наверное, сталкивались. Вот я сейчас включаю зажигание. Вот, включил зажигание. Магнитарный отключу, чтобы не мешало. И включаю печку. Вот, включаю печку. Первый уровень. Вот. Видит. Да, проблема у нас. Там на вентиляторе. На лопастях. Собралась пыль. Вот эту пыль надо очистить. Недавно у меня было до третьего уровня. Шумел, а после я уже не шумел. А сейчас уже, как видите, уже четвертый уровень тоже сильно шумит. Сильно шумит. Я сейчас хочу его разобрать и этот, чтобы его разобрать, нам надо будет снять вот этот бардачок, багажник. Чтобы его снять. Вот здесь у нас саморезы. Вот первый саморез. Вот внизу второй саморез. И вот здесь имеется третий саморез. Вот эти три самореза надо открутить. Вот эти три самореза надо открутить. Открываем. Это с этой стороны тут у нас. Наружная сторона. Сейчас, после того, как мы их открутили, закрываем багажник. Бардачок наш. И постараемся его приподнять. Вот здесь я снизу приподнял его. Видишь, здесь щель появилась. С этой стороны имеется еще крышечка. Вот эта крышка. Она вот за щеколбой цепляется и чуть мешает. Немножко мешает. Ну, чтобы он не мешал нам. Вот эта крышечка, чтобы нам не мешала, надо его чуть-чуть отодвинуть. И потом приподнять. А так она цепляется здесь. Вот за эти. И цепляется, не дает вытаскивать. Его надо отодвинуть вот так. А потом этот вытащить. Ну, практически, если его отодвинем, то он сам падает вниз. Сейчас. Вот я его опустил вниз. Здесь у нас имеются две крепления. Крепление. Дай сюда. Да, здесь имеется, видите, вот одно крепление. Но это провода. Приподнять и отсоединить. Вот. Одно отсоединили. Вот здесь сейчас еще одно имеется. Вот тоже надо отсоединить. Здесь сверху надо придавить, желательно теркой, а так слегка придавить, и он практически сам выйдет. Вот полностью бардачок мы сняли в багажник. Это мы уберем сейчас в сторону, чтобы он нам не мешал. Вот мы его уберем. Вот мы его убрали. Крутить против часовой стелки. Крутить против часовой стелки. До этого нам надо сперва его отсоединить. Вот. Вот здесь у нас имеется. Вот здесь у нас имеется. Вот здесь у нас имеется. Сейчас надо прижать вот сверху. И открутить против часовой стелки. Вот. Покрутил. И вытаскиваем. Что-то мешает нам. Вот. Полностью не открутили. Здесь еще что мешает. Провода немножко мешает. А вот эти провода мешает. Эти провода тоже надо убрать. вот это наш вентилятор грязный пыльный весь стороны весь пыль вот этот пыль как раз таки мешает на нарушает балансировку нашего вентилятора здесь видите с этой стороны много пыли собралось а с этой стороны еще собирается это все нарушает наш баланс мы его сейчас почистим компрессором продуем полностью почистим может щеткой попробуй посмотрим и заново поставим на свое место там тоже постараюсь компрессором прочистить и это или пилососом почищу там поставим на свое место сколько пыли вот здесь российский идет вентилятор в таком положении берем и туда закручиваем то что мешает нам провод уберем до сторонку этот провод тоже берем вентилятор тоже поставили на свое место видите вот отметка вот отметка стоит как раз таки и это отметка от проводов подключаем вентилятор тоже здесь вот этот проводка вот это проводка у нас это здесь цепляется еще здесь вот эта проводка есть а еще здесь место есть куда его надо просто ставить чтобы он не болтался здесь все вентилятор установили фильтр установили сейчас осталось собрать сейчас соберем вот эту железяка у нас который упал не запусти вот это который упал тоже на место поставили вот такой вот такой который здесь было крепление упало поставим на свое место сейчас подключить надо свои места это идет сюда подключили это идет вниз это подключить надо нам его приподнять и поднять и поднять и его вот подключить 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 здесь вот это имеется вот который цепляется тут надо туда направить там вот эти все все вот ага это пластмасс все мы собрали вот самолезы закрутили крышку на свое место поставили подушку подключили там подушка безопасности все это есть дальше сейчас проверим как он у нас работает включили зажигание вот включаем печку даже не слышно вот аккуратно равномерно крутится сейчас даже приятно слушать звук вентилятора до этого страшный был звук у нас сейчас все уровни равномерно работают спасибо за просмотр если понравилось видео ставим лайк подписываемся на канал надеюсь надеюсь кому то вот это видео пригодится что не это